Первое. Говорящая Чихуахуа Софи В России самые распространенные болезни собак от червей это Токсокороз, токсоскоридоз, они вызываются круглыми червями, диперидиоз, заболевание ленточными плоскими глистами Большинство кишечных паразитов передаются от одной собаке к другой, это называется фекально-оральный механизм передач Ленточные черви могут передаваться собаке при проглатывании блох И вообще при нашей экологии практически невозможно избежать заражения собаки глистами Поскольку яйца гельминтов есть в почве, даже домашняя собака, которая не гуляет, может заразиться через грязь, занесенную на обуви людей Глисты у собаки могут жить в кишечнике, крови и внутренних органах, даже в печени, легких и сердце Какой вред они наносят? Первое. Когда глисты цепляются за стенки органов и сосудов, они прокалывают их и наносят повреждения, ранки А эти ранки уже становятся причиной анемии и инфекций Второе. Глисты забирают много питательных веществ вашей собачке Третье. Они выделяют токсины в организм собаки вместе с продуктами своей жизнедеятельности Четвертое. Они могут собраться в так называемый клубок и закупорить прямую кишку Итог кишечной непроходимости. Бывают даже летальные исходы, но это в крайних случаях Пятое. Некоторые виды гельминтов могут вызывать аллергию и дерматиты Шестое. А порой, когда они живут во внутреннем органе, если их много, они могут так наполнить собой этот орган, что он просто разорвется и приведет к моментальной смерти Признаки глистов или как обнаружить гельминтоз Любой ветеринар должен хорошо ориентироваться в паразитах, симптомах, методах диагностики и лечения Помните, очень трудно понять, что у вашей собачки есть глисты Особенно при несильном заражении или уже длительно существующей инвазии Иногда заражение протекает без симптомов вообще Основной способ обнаружить гельминтоз, это сдать лабораторные анализы Но даже отрицательные анализы кала не признак отсутствия глистов Ведь они живут везде, не только в кишечнике Но и кишечные тоже могут обнаружиться не сразу Чтобы убедиться в их наличии на 100%, необходимо сдать анализы в несколько этапов Ну, например, в течение 3 дней ежедневно брать пробы кала у собаки Но, к сожалению, далеко не все владельцы собак делают это регулярно или пойдут к ветеринару У некоторых просто может не быть такой возможности Так как понять, что ваша собачка заражена глистами? Существуют общие симптомы, по которым можно понять, что вашему другу необходима срочная дегельминтизация Нестабильный стул, тозапорто диарея Повышенный аппетит или наоборот его отсутствие Собака ездит на попе, пытаясь унять зуд в анальном отверстии Рвота, икота, кашель или затрудненное глотание также могут быть симптомами Герматиты и другие кожные болезни собак Ухудшение внешнего вида и состояния, изменение повадок Например, тусклая шерсть, вялость, волнение, боли в животе, внезапное снижение активности, вздутие живота, потеря массы тела, чрезмерный метеоризм и другое Анемия Ее можно диагностировать при осмотре десен Десны должны быть розовыми, как у человека Если десны слишком белые, то собака болеет Также проверьте фекалии собаки Может быть замечена кровь в собачьих фекалиях Некоторых червей можно увидеть в кале Если вы заметили в экскрементах собаки белые, похожие на рис гранулы, это верный признак глистов Так, проверим, как тут мои какашечки как Ну, вроде нормально, все хорошо, глистов нет, личинок тоже Нормальные такие какашечки Итак, как лечить? Нужно провести дегельминтизацию, или глистогонку, как говорят в народе Новорожденным щенкам профилактику глистов проводят с 12-14 дневного возраста Взрослых собак глистогонят несколько раз в год О способах и чистоте я расскажу позже Что, подожди, София Ой, что-то жарко сегодня Начинай Ага Как выбрать средства Выбор средств от глистов для собак во многом зависит от возраста животного и места его проживания Успешно применяются самые разные препараты, их очень много Вообще рекомендуется чередовать препараты, так как при длительном применении одного и того же средства у глистов развивается к нему иммунитет Чтобы лечение глистов проходило хорошо, нужно соблюдать ряд правил, независимо от лекарства Первое. Приобретайте глистогонное средство для собак, у которого больше всего хороших отзывов от ветеринара, заводчиков, владельцев вашей породы Покупайте препараты в хороших ветаптеках Проверяйте срок годности при покупке Внимательно читайте инструкцию и следуйте ей Обращайте внимание на противопоказания конкретно для вашей породы Итак, как же часто проводить дегельминтизацию и каким образом? Существует несколько мнений Мнение первое Выводить глистов у взрослой собаки надо каждые 3 месяца Мнение второе Противники первого мнения считают, что любой глистогонный препарат это в некотором смысле яд для собаки И жесткий график, как один раз в 3 месяца, не убьет всех глистов, потому что все равно остаются яйца Поэтому они считают, что нужно сдавать анализы и только потом решать Третье Другие же считают, что можно давать таблетки от глистов для профилактики 1 раз в 5-6 месяцев Четвертое Схема моего ветеринара В связи с тем, что ни один препарат не действует на яйца, получается, что за один раз мы убиваем только живых глистов А оставшиеся яйца через 21 день превращаются снова в глистов И так по кругу Моя ветеринара разработала специальную схему, по которой можно полностью избавиться от глистов И она прекрасно работает для собак всех пород И я использую ее Подробно я описала схему в отдельном видео Всем советую посмотреть Ссылка будет в конце и в описании к ролику После проведения по дегельментизации лучше давать собаке гепатопротекторы Это, например, корсил Или другие Сорбенты, чтобы минимизировать вред от токсинов препарата и убитых паразитов И витамины Перед прививками вам тоже необходимо глистогониться за 2-3 недели Но не позднее, чем за 10 дней до прививки Прежде чем глистогонить собаку перед прививкой, необходимо избавиться от влог и других внешних паразитов, если есть Щенков перед прививкой глистогонят дважды с интервалом в 14 дней Но не позднее, чем за 10 дней до прививки И профилактика глистов Кроме профилактической выгонки глистов нужно соблюдать и некоторые правила Старайтесь не давать собаке гулять постоянно одной, долго и свободно на улице Не давайте собаке есть испражнения других животных Всегда должна быть чистая вода для питья, не разрешайте пить из луж или водоемов Не давайте подбирать еду с пола и тем более с земли Глисты могут передаваться через блох, вшей, власоедов, поэтому следите за обработкой собачки Об этом есть отдельное видео Не давайте собаке сырую речную рыбу, в ней очень много паразитов На самом же деле все зависит от вас Выбирайте для себя тот способ, которому вы доверяете Ох, это видео получилось и так очень длинным, сложным для понимания Поэтому кто хочет узнать мою личную схему лечения Или как выгнать глистов щенкам Или как правильно давать жидкое лекарство вашей собачке Смотрите отдельные ролики с советами, ссылки в описании и в конце видео С вами была говорящая Чихуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте Смотрите видео и будет вам счастье Пока-пока